Пластические формообразы, объёмно-пространственные конструкции из искусственного стекла. В них по-разному играет свет, и он же дополняет образы, созданные заслуженным художником России Юлией Мерзликиной. В Щелковском историко-корривическом музее открылась её персональная выставка «Затерянные миры». Её произведение искусства очень подходит этому залу, и зал подходит ей. И целая неделя такого ударного, плодотворного труда дала свои результаты. Автор экспериментирует с технологиями, применяет в творчестве сложные технические приёмы. Её работа находится в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Московского музея современного искусства. Центральная фигура на выставке в Щелкове – композиция «Взмах» и серии «Мгновение жизни». Сборно-разборная работа, если попробовать, даже не могу сейчас вам показать, вот таким образом она собирается и разбирается. Что это за стекло? Это листовое стекло, витражное листовое стекло, которое потом малируется в печке и потом собирается в такие композиции. Юлия Мерзликина – мастер современного искусственного стекла, академик Российской академии художеств. Возглавляет кафедру дизайна и декоративно-прикладного искусства в Московском государственном институте культуры. Выпускница Строгановки на третьем курсе поняла – стекло тот материал, с которым интересно иметь дело, а результат зачастую непредсказуем. Когда поступила в институт в Строгановку, выбрала случайно, захотелось попробовать, что такое стекло. Но уже на третьем курсе поняла, что без этого не могу жить, потому что попала на завод на стекольный и попробовала выдуться, поработать с горячим стеклом. И после этого, конечно, поняла, что нет, только буду работать с этим материалом. В день открытия в выставочном зале играл ансамбль «Дольче». В лучах софитов купаются масштабные работы Юлии Мерзликиной из серий «Облака», «Корабли», «Мгновение жизни», «Геометрия света». Глядя на все это, ты понимаешь, что красота спасет мир, наверное. И она должна это делать. Это должно жить. Каждый ее объект – это либо воплощение невоплотимого, ну как можно дождь изобразить в объекте то, что не имеет формы и пространства. Как можно изобразить снегопад? Оказывается, можно, обратившись к воздуху, который между снежинками, а не изображая снежинки. Свет, тени, пространство. Юлии Мерзликиной – близка корабельная тема. Дело в том, что она 16 лет прожила на Волге и видела, как по этой могучей реке проходили корабли. Аргонавты, галеры, золотое руно, композиции «Затерянные миры», «Царевна лебедь» и «Дождь» в преломлении света приобщают зрителя к мифам и легендам, сказкам и фантазиям. Выставка пробудет в музее полтора месяца, после чего ее место может занять постоянная экспозиция. Продолжение следует...